Культфьюжн Впервые в Твери новогоднее ледовое шоу для всей семьи. Бременские музыканты на льду. 2 января в спорткомплексе юбилейный культовые герои любимого мультфильма встанут на коньки. Пес-жонглер с волшебными кольцами, петух-акробат, кот-волшебник с фокусами, сыщик-похититель прекрасной принцессы, смелый трубадур и его друзья. Знаменитые песни в исполнении Димы Билана и Александра Ревы порадуют родителей. Освещение полета над ареной, видеопроекции на экраны ледовую поверхность заинтересуют детей всех возрастов. Современную аранжировку песням придал автор олимпийских программ Евгения Плющенко, участник победной команды России на Евровидении 2008, композитор Эдвин Мартон. Билет на шоу может стать хорошим подарком на Новый год. Организаторы советуют приобретать их уже сейчас. Шоу будет гасить в Твери всего один день и количество ограничено. Места продажи билетов на сайте интерфесс.орг и во всех кассах концерт Тверь и кассир.ру. А сейчас занавес открывается. На арене Тверского цирка продолжаются гастроли уникальной космической шоу программы «Звездный круиз». Успейте посмотреть. Это феерия чувств, эмоций, а главное – впечатлений. Мечтаете отправиться в путешествие по Вселенной? Хотя бы одним глазком увидеть планеты, их обитателей или почувствовать невесомость? В Тверском цирке все возможно. Звездный круиз приглашает веричан совершить межгалактическое путешествие на космическом корабле «Орелос». Первая остановка на созвездии «Пегас». Шестерка лошадей словно вихрь закружила зрителей. Виктор Евтехов показал мастерство управления лошадьми в жанре «Свобода», где животные выполняли сложнейшие трюки. Все это сначала в руках, крутят люди с ними год, полтора, потом потихоньку, потихоньку людей убираем, лошадь понимает, что ей нужно в свой хвост идти, и потом она схватывает, и так все. Это было блестяще. Спасибо. Самая необычная экскурсия в вашей жизни будет сопровождаться удивительными цирковыми номерами, впечатляющими театральными находками и новейшими спецэффектами. Один из ярких номеров – созвездие Человека-паука. Воздушная гимнастка Ловко взбирается по паутине в невесомости, демонстрируя публике гибкость тела и заставляя зрителя сдаить дыхание от опасных трюков. Следующая остановка на дикой планете, где бесстрашная дрессировщица Марина Руденко представила во всем своем величии опасных хищников. Дальневосточных леопардов, крокодилов, питонов, исполняющих сложнейшие трюки, дети и взрослые в восторге. Мне очень понравилось, запомнился, особенно Человека-паука. Он так высоко взлетал в небо, что даже было страшно. Очень понравилась, очень интересная программа. Вообще не пожалели, что вышли. Все, понравилась, программа хорошая, мне понравилось. Это было просто прекрасно. Овеселила зрителю место классических клоунов космическая инспекция. Только до 1 декабря успеете совершить свое первое путешествие по галактике. Сквозь яркие сценические решения вы увидите блистательное шоу. Билеты еще есть в продаже. Программа без возрастных ограничений. Розовый фламинго, белая овечка, никто никогда. Тверские зрители услышали все хиты известной исполнительницы. Алены Сверидовой. Она выступала вместе со своей группой, причем не только в качестве солистки. Как выяснилось, звезда нашей эстрады великолепно владеет и музыкальными инструментами, причем и не одним. Я иду к тебе на помощь. Я с тобой, пока ты дышишь, было так всегда. Ты помнишь. Зрители, практически полностью заполнивших ККЗ панорама, особенно впечатлило то, что все свои песни Алена Сверидова исполняла вживую. Как рассказала певица, такой формат программы она выбрала не случайно. Мы сделали акустическую программу, где я играю весь концерт. И мне это безумно нравится, потому что это получается такая очень живая история. Это востребовано, потому что есть уже легкая усталость от электроники. 50 лет на сцене. За плечами известного поэта, композитора и певца огромное число песен, концертов, гастролей. Полувековой юбилей он решил отметить со своими поклонниками, организовав грандиозный тур с группой «Эскадрон Жить так жить». В зале ККЗ панорама собрались люди разных поколений, чтобы вместе с любимым артистом спеть известные хиты. Многие песни Олега Газманова стали народными. Репертуар поражает своим тематическим разнообразием от лирики до глубоко патриотических, гражданственных произведений. При этом он легко использует элементы фолка, поп и рок музыки. Благодаря ярким мелодиям, поэтическим образом и артистическому дару большое количество его песен получили долгую жизнь. Я, кстати, посчитал, у меня примерно больше 40% новых песен, поэтому я как бы не живу за счет старых хитов. Мне интересно новые песни петь. Они, правда, тяжелее раскручиваются на радиостанциях. Много новых артистов появляется за десятилетия, понимаете? И это нормально, это все, но на концертах, как бы, я вижу, если вот я вижу, что старые песни не годятся по сравнению с там, вернее, не старые песни, а новые песни не годятся по сравнению со старыми хитами. Я их просто не пою. Поэтому я так из новых альбомов выбираю некоторые песни, которые хорошо проходят на концертах. В интервью еще до начала концерта народный артист России рассказал, что каждый концерт не похож на остальные. В каждом городе своя атмосфера. И только поддержка и любовь зрителя помогают выдерживать насыщенный гастрольный график. На этом и пока вся информация. Мы с вами увидимся в следующей программе. Не пропустите. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»